В Муравленко продолжается реализация федерального партийного проекта «Здоровое будущее» и «Регионального здорового питания». Сегодня рабочая группа посетила столовую 4-й школы. Цель визита – оценить уровень организации и качество школьного питания. Сегодня на обед у нас в калате свежих помидоров и огурцов с зелёным луком, бобом, куточкой, свекольник со сметаной, тоже с зеленью. Группы общественников интересуют всё, что связано с питанием школьников, начиная от поставки и хранения товара до приготовления блюд. Особое внимание обращают на то, включены ли в меню местные продукты – оленина и дикоросы. Сегодня, изучив меню в школе, мы увидели, что в меню включаются дикоросы местного производства, клюква и брусника, а также сардирки из оленины и фарш из оленины. Из фарша из оленины готовятся запеканки, котлеты, беточки, то есть те блюда, которые любят дети. Пищеблок четвёртой школы полностью оснащён современным технологическим оборудованием. Здесь и духовые шкафы, параконвектоматы, полностью обновлена посуда для приготовления пищи. Повара говорят, готовить на такой кухне – одно удовольствие, а блюда получаются вкусными и полезными, добавляют дети. Нас кормят очень вкусно, и мне больше всего нравятся борщ, сырники и пельмени. Мне больше нравится всего кашина первая и макароны. Нас кормят очень вкусно, так замечательно, прям очень насыщенно, очень вкусно, всё полезно для нас. Всё замечательно, всё прекрасно. Повара стараются максимально разнообразить меню. За две недели блюда не повторяются ни разу. Школьники на отсутствие аппетита не жалуются. Хорошо дети кушают сырники, хорошо кушают пюре, макароны, котлеты, тоже хорошо кушают. Супы, если это обед, то суп, очень любят борщи, щи, рассольники, гороховые. Мы вкладываем душу. Нам очень приятно, когда несут дети пустые тарелки. Питание детей должно быть правильным, поэтому не случайно в школах и детских садах этому вопросу уделяют пристальное внимание. Работа по формированию привычек здорового питания активно ведётся во всех образовательных учреждениях. У всех это по-разному. У кого-то видеоконкурсов, у кого-то проектная деятельность, анкетирование родителей, встречи, беседы, консультации и так далее. Но очень важно и значимо, что эта работа в школах организована. Несколько лет назад четвёртая школа стала лучшей школьной столовой в округе. Повара продолжают держать высокую планку. Общественники остались довольны результатами рейда, не выявив никаких нарушений. Татьяна Бойко, Виталий Сидняев, Новости Муравленко.